При подготовке документов к собеседованию в посольстве США перед каждым выигравшим встает вопрос, как подтвердить финансовую независимость. В данном случае мы рассмотрим основные требования к джибоферу из США. Джибофер оформляется на ферменном бланке организации, а в джибофере должна быть отражена следующая информация. Четкое предложение об вакансии, на которую будет принят иммигрант, описание работы, которая будет предложена, иногда с указанием необходимой квалификации, размер предполагаемой зарплаты. В некоторых случаях указывается дополнительная информация о бонусах, льготах, которые предоставляются помимо денежного вознаграждения. На бланке должны быть указаны место работы, кратко перечисленные основные обязанности, продолжительность предложенной работы, сезонная она, временная или постоянная. Также должна быть сделана надпись, подтверждающая возможность начать работу по прилету потенциального работника иммигранта в США. Как показывает практика, джибоферы посольство принимало к рассмотрению и без нотариального заверения, но в любом случае джибофер должен быть оформлен на бланке с реквизитами предприятия, телефонами, e-mail'ами. Должна быть обязательно подпись руководителя предприятия или другого должностного лица уполномоченного вести кадровую работу. При наличии печати у организации скреплялась с печатью, а еще лучше, если будет стоять нотариальный штамп, удостоверяющий личность того, кто оставил подпись на джибофере. КОНЕЦ КОНЕЦ